Профессор А что у вас за император сзади? Александр Второй Да я его знал как бы, просто вас проверял У меня нет, вы же проверяй Ну хорошо, проверяй дальше Еще вопросы, если есть А почему у вас флаг Канады В неправильных цветах Почему в правильных цветах? Это не флаг Канады Это обидно же Клевер Лепесточек Клевер от клена Геологию нужно было Или паталику нужно было в школе учения Это кленовый лист А не клевер Это флаг города Причем тут флаг Канады Ну, ну похож А ты вот географию Свою область Знаешь хорошо, нет? Если ты из Иркутска Ну, да Да, хорошо У вас в Иркутской области есть уникальный населенный пункт Единственный в России Который имеет три разных названия Название города одно Название станции железнодорожной другой И название порта третья Можешь отгадать, что это за населенный пункт? Не знаю, братск Ну Ладно Станция Лейна слышал такое? А, ну да, слышал А горы так называются? Там где станции здесь Да Вы имеете ввиду то, что Когда-то называлось В императорское время По-другому Оно не меняло название Этот населенный пункт именял название И порта, и станции Станция была построена в советское время Для императора еще не было Станция Лена А порт называется Осетрово Это уникальный случай Единственный в России Где три разных названия Города, порта и станции Запомнило будущее Мощно Даже я не знаю А ты на какие темы объяснили? Может вопрос у тебя интересный есть? Мощно Даже я не знаю А ты на какие темы объяснили? Ну не знаю Сколько всего областей В Украине 24 А в России В России регионов Сколько? 92 или 93 Чуть-чуть поменьше Ну в России нет Там регионов не только в области Есть республики По-разному В России по-разному называется Ну автономные округи Автономные округи Это не регион Оно в составе какой-то области Или края Это не Это не считается Что вот Ну это под регион А именно вот Край, область и республика Вот три вида региона в России Ну Сигма дед Соб Понятно А я не сумел Производную взять И мне Подогонать И сказали Что вы не спите в 4 утра? Ну А вы что не спите? А я первый спросил Ага Я не люблю спать в это время Я понял А у вас там смотрите гирлянда Вы еще отмечали Новый год Гирлянда Гирлянда это не признак Нового года Должно быть хвойное дерево И при нем гирлянда Тогда это признак Нового года А это не Новый год Это просто иллюминация Я понял А сколько вам лет? А сколько, Даша? Блин, так сложно сказать, конечно Ну я думаю Мы где-то 60, думаю Ну там плюс минус Это не важно Это же не сайт знакомств Ну да Не важно сколько лет На какие темы беседуете? Может вопросы интересные есть? Философию любите? Ну не то что люблю, но так могу поговорить Возможно к вам Какие-то в целом Рассуждения приходили Самостоятельно Ну конечно Я и думаю иногда С точки зрения философии Когда Касается Перехода количества в качество Ассоциирую это с философской Концепцией И в разинных случаях Мне вот больше всего нравится Темы Судьбы человека Темы Времени А у вас какое образование? Красовское, если себе? Или иное? Не-не-не-не Я вообще Профамист по образованию А сколько будет 2 в 9 степени Помните сходу? Нет А вот Уже Современные Не помнят А лет 5 назад Все сходу отвечали Поскольку 2 в 1 степени Это так пронумерованные оперативки все 2 в 9 это 512 1 в 11 Угу Хорошо Запомню Вам для сведения Ну хорошо Запомню Ну а там Времени интересно, да? Оуу Оу Так сами Нельзя Нараба сдавать Профессор Тобой Недоволит Смотрю какие у вас картины там Что это Николай 2? что не понял сзади у вас николай второй нет него а кто александр второй александр тра чего так нравится александр трое что вы его поставили прямо себе в комнату или что это studio ну он вообще лучший правитель за последние 200 лет ну если конкретно почему поставил я вам объясню я сам из харькова а именно именно при во времена правления александра второго харьков достиг максимального градиента своего организационного и цивилизационного роста именно в годы его правления а вы прям сейчас находитесь в харькове сейчас нет один торонто а вы в одессе такая песня и 90-х одесса не торонто не слышали мне не слышал я я еще в это время наверно не родился нет но некоторые песни допустим начало века когда шаляпин пел они тоже не родились знать не обязательно быть очевидцем событий сами понимаете ну неважно хорошо вы 3 на какие темы беседу это всякие темы просто скучно сегодня суббота решил думаю не просто девушка уехала поэтому думаю зайду чат рулетку поболтаю с людьми логично есть ко мне какой-нибудь вопрос как давно в торонто живете в канаде как вам канаду нормально не жалуюсь когда мы живете чем занимаетесь раньше в колледже преподавал сейчас на пенсии частные уроки даю с 5 года что преподавали физика электрохимия ничего себя как попали в тронто а до этого вы с 5 года наверное еще при советском связи в каком-то вузе работали до харькова пятый год уже 14 лет не было как советского союза а 2005-й год и 2005-й год и 95-го 4 года украина была независима 14 лет а в харькове где-то где преподавали в каком вузе красина это я не раскрываю преподавал физхимию харьков и химию общую физхими как так вышло попали в торонто позвали позвали работать или просто так по профессиональной миграции пару моих патентов заинтересовали некоторые канадские фирмы скажем так а вы чтобы а вы кто по образованию с не секрет я по образованию юрист до войны работал юристами юрист а что заканчивали не каразина не 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 ярослава мудро случайно ярослава мудро заканчивал да круто самый лучший вуз бывшего ссср кстати говоря и пресс-сср насчитался самым лучшим вузом именно харьковский юридический если вы знаете в плане в плане в плане юриспруденции ну да нет но сначала юридически он однозначно по плане юриспруденции просто он готовил кадры именно для прокуратуры всего из сср да это я поэтому да это там отдел один из очень сильных факультетов в прошлом прокурорский факультет а специализируетесь по граждан по цивильному или по криминального права больше гражданское право гражданское хозяйственное административное у меня второе образование тоже юридическое а как высок их химия и юриспруденция как-то но в 90-х я получал модно было юристами тем более у меня у меня с двух это было платное образование на с двух трудовых у меня шел учебный отпуск я фактически получается по труд по двум трудовым работал фактически получается что я его бесплатно получил вот у меня просто есть вопрос какие то у вас есть вопросы ну я вообще по уголовному в уголовном праве немножко помните я помню было правильно никогда в уголовном праве праве не практиковал не вот если вы практикуете по гражданскому к вам такой вопрос чест по гражданскому праву ну просто на него даже не могут ответить точно кандидаты юридических наук или доктора. Потому что он не освещен даже в научной литературе. Вечное право помните? Что-то помню, да. Труп это вещь или нет? Хороший вопрос. Смотри, с какой стороны посмотреть. Абсолютно правильно рассуждать. Я тоже так отвечаю. Если с точки зрения перевозки, это точно вещь. Потому что он переводится как вещь по докладной. Совершенно верно. Если смотреть с точки зрения уголовного процесса, если там тело является там, не знаю. Тело это тоже вещь. А вот труп это не только тело. Труп он принадлежит умершему человеку, который имеет фамилию и имя. Он отличается от вещи. Совершенно верно. Вот интересный момент. А еще могу сказать. Я обычно, когда спецов по уголовному праву, встречаю, я указываю на крайне смешной смешной коллизию права в Криминальном Кодексе Украины. У вас... Ну, на каком? Ну, вот, допустим, вы самые основы уголовного права, криминального права, если по-украински. Можете мне сказать, вот, ну, определение термина убийства. Так как вы понимаете, что это... Определение на термина убийства умышленное лишение жизни другого человека. Абсолютно правильно. Это вот сейчас. А при СССР, то есть, неумышленное сейчас не относится к убийству? Нет, не относится. А при СССР относилось... Неумышленное, это... Если мы говорим про неумышленное, то нельзя убийство классифицировать как неумышленное. Неумышленное, это неумышленное причинение смерти. Вот, молодец. Молодец. Вы уголовного права отлично ретеритесь. Но самое смешное, что в Криминальном Кодексе Украины допущен огромный ляп. Там просто... Какой? Там просто... Если вы посмотрите умышленное убийство, это статья 115, а 119... Да, неумышленное, я не понимаю, что 18, что я сусил. А 119 статья, если посмотрите Криминальный Кодексе Украины, наобережно убийство. То есть они просто... Да, да, да. Они просто переписали с советского... Советского уголовного года. Может быть такое, да. Вот. И такая коллизия права. А вот смотрите, кроме умысла... Да, вбывство через... Вбывство через наобережность. Да. Я помню, у нас когда-то были семинары по уголовному праву, и мы как-то... Мы как-то говорили на эту тему, что это не совсем правильное определение. Неумышленного убийства не может быть. Если мы говорим про статью 115, там просто указано там, вбывство-это. Ну, сейчас в 115 четко дано дефиниция. Натисло, что умышленное. То есть дефиниция по-европейски. Вот в России и в других странах поставка все правильно сделали. В России называется соответствующая статья «Причинение смерти по неосторожности», которая при СССР была неумышленной убийцей. А в Украине тупо переписали, какой там... Какой там это сам... Грамоте этот делал кодекс, непонятно. А вот смотрите, вот кроме того, чтобы лишение жизни... Вы абсолютно подчеркнули правильно, потому что многие это не обращают внимания. Лишение жизни другого человека. Ибо лишение жизни самого себя называется суесфит. Это не криминал. Но кроме умысла должно быть еще два условия, чтобы отнести состав к убийству. Помните какие-то условия? Это хороший вопрос. Но если мы говорим о составе преступления, объективный объект, субъект... Нет, это четыре составляющих. В данном случае объективная часть состава преступления. Значит, убийство, лишение жизни другого человека, условия, умысел... Но если мы говорим, что умысел это субъективная часть, то объективное это какое-то конкретное действие, которое выражается в... Еще должно быть... Ладно, я не мучаюсь, я вам скажу. Еще два условия должны быть. Противоправность... То есть... Да, совершенно верно. То есть лишение жизни может быть, допустим, если экзекьютор в странах, где разрешена смертная казнь, исполняет, лишает жизни, он исполняет просто свою работу. Это не противоправное действие. И последнее условие, третье, должно быть виновность. Иначе это называется казус или несчастный случай. Тоже правда. Если вины нет, то это казус несчастный. Допустим, если у вас подпилили тормоза, да, ваши враги, а вы там сбиваете насмерть кого-то, то тут вашей вины нет, потому что вы не обязаны... Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно, да. Каждый день вы машину ладите, проверяйте тормоза. Ну, хорошо, вы молодец. Несмотря на то, что вы цивилист, вы довольно неплохо ориентируетесь в уголовном праве. Ну, как, если мы... Это такое основы, азы, самое простое. Если копать чуть глубже, то какие-то более глубокие, сложные вопросы, наверное, я какого-то правильного ответа дать не смогу, потому что, опять-таки, я в уголовном праве не практикую, никогда не практиковал. У меня уголовное право закончилось в момент, когда, наверное, у нас закончились последние семинары по уголовному праву. Я мало имел практики как юрист, но в то же время немножко подрабатывал, поскольку я буду доцентом вуза по первому образованию, но к своим достижениям я могу перед вами как юристов похвастаться, что я выиграл суд гражданский для своего московского племянника, который судился с районным военкоматом и который не давал ему отсрочки. Вот. Я выиграл этот суд и выиграл не где-нибудь, а в Басманном суде. Ничего мне об этом не говорит, но... Вот. Ну, я вам... Если вам интересно, я вам в двух словах расскажу, как я его выиграл. Если интересно, то ладно. Расскажите. Ну, вот смотрите, значит, ну, тогда в России и в Украине примерно одинаковые судебная практика, одинаковые законы были. Если... Это какой год? Это третий год. Пятый год. Третий год. Ну, да. Если... Времени, наверное, практика была одинаковая. Если студенты отчисляют из ВУЗа, то если он быстро восстанавливается, а раз в месяц из военного учетного стола уходит сведения военкомата. Совершенно верно. отчислили. Так вот, если до военкомата не дошли сведения, это хоть 10 раз отчисляйся, допустим, не уплатил, восстановился. Но если месяц прошел или уже подали сведения в военкомат, то однократное восстановление допускается с продлением отсрочки. То есть, вот в военкомат ушло сведение, что студент отчислен, приносишь справку, что у вас восстановлен, и у тебя отсрочка восстанавливается однократно. Такой пункт был как в Украине, так и в России. Кроме случаев отчисления студента за нарушение устава ВУЗа или правил внутреннего распорядка. Большинство студентов отчисляется за хвосты, которые официально называются академическая неуспеваемость. И вот военкоматы, когда подают суд по накатанному, они берут типовой устав ВУЗа и зачитывают, что обязанности студента пункт первый или какой-то успешно овладевать знаниями. И вот они говорят, обязанность студента была успешно овладевать знаниями, он эту обязанность не выполнил. То есть допустил хвосты, стало быть, он нарушил тем самым устав ВУЗа и нарушил свои обязанности. А у меня племянник учился в Крутом ВУЗе в Бауманском. Я не поленился обычно, чем работа защитника заключается или представителя, в том, что найти, ну, вы понимаете, найти нестыковки в законах. Я не поленился, поехал в Бауманский ВУЗ, взял библиотеки устава ВУЗа и нашел то, что мне нужно. Там они делали поблажку студентам. То есть, они этот пункт, что студент обязан успешно обладать студентам, они внесли не в обязанности, а в цели студента. То есть, целью студента является успешно обладать знаниями. Ну, она, это, юрист военкомата там на суде зачитала это все дело, а я говорю, ну, это по стандартам устава ВУЗа, по типовому, да. А вот устава ВУЗа непосредственно того ВУЗа, который отчислял. Вот я говорю, не обязанности цели. Я говорю, таким образом студент такой-то не нарушил устава ВУЗа. Он просто не достиг своей цели. Ну да, совершенно верно. Успешно обладать знаниями. Суду это, суда понравились мои такие выкладки, да, лингвистические. И, в общем, в итоге я выиграл. Вот такие. Да, интересная позиция. О чем еще общаетесь? Не знаю, может, о войне общаетесь с украинцами? С кем вы здесь еще говорите? Могу о войне. О войне не очень. Ну, общаюсь. В смысле, о какой войне? О Первой мировой я хорошо поговорю, о Второй мировой или о Украинской войне? Ну, а войне? А той войне, которая сейчас идет. Что вас по войне интересует? Общаюсь, общаюсь. Я не знаю, больше меня интересует, если вы живете в Канаде, в Торонзах, живете давно, наверняка общаетесь с канадцами. Как вообще в канадском обществе, какое отношение к войне в Украине? Если найти в Канаде, он, может, про нее не знает, он не знает, где Украина. Если это выходец из бывшего СССР или восточной Европы, то он, конечно, знает. Отношения разные, в том числе, даже у выходцев с Украины. Половину против Украины, половину за Украину. А у вас какое отношение? Если против Украины, это не значит, что быть за Россию. У меня отношение, ну, я против войны, естественно. Я бы предпочел, чтобы Украина фрагментировалась мирным путем, а не военным. Но вот, к сожалению, так не получилось. Не по нашей вине. Ну, в том числе и по вине Украины. Она же отказалась соблюдать Минские соглашения, развязала АТО. То есть, провоцировала Россию. Это все провоцировала такие Россию на нападение. На самом деле, на самом деле, я не думаю, что это была провокация, что была какая-то украинская внутренняя политика, которая... Нет, но это была, может быть, неосознанная провокация, да, это просто не... Тот же Турчинов не понимал, да, нужно было как-то... Ну, нет, по крайней мере, я так думаю, чем... что появилось так толчком? То, что Порох, он еще более-менее дипломатично отвечал Путину, да, что вот мы, там, я бы рад их, про Минские соглашения, я бы рад их исполнить, но он мне не дает там Рада, то есть, а Зеленский, он то, что у умного в голове, то у Зеленского на языке. Он же сразу сказал, мы не собирались их исполнять. Он в том числе... Я не думаю... Он в том числе и Порох этим подставил. Я не думаю, что это было причиной или того, что Российская Федерация ввела войска в Украину. Ну, понятно, понятно. Знаете, это просто такая риторика. Они этим оправдывают, но на самом деле цели совсем другие. Если вы, не знаю, смотрели интервью Путина от Акиру Карлсона, он рассказывает, что Украина это страна, которую придумал Ленин, которая не существовала ранее, рассказывает тысячелетнюю историю Украины. Удивительно. И Украина создала Ленин. выглядит, конечно, достаточно глупо. А когда, по-вашему, появилась Украина как геополитическое понятие? Как географическое, я вам скажу, она появилась в 1648 году на карте Баблана. А вот как, это как географическое, типа как Урал или Сибирь, а вот как геополитическое, когда она впервые появилась? Я думаю, что в 1991 году, как и Россия. Нет, нет, она появилась в 17-м году, когда появились директории. А, ну если в этом смысле, если мы говорим про... Украина в этом смысле, потом появилась УНР. Если мы говорим в этом смысле про украинскую революцию, про универсальную украинскую центральную раду, то... Потом появилась УНР, это тоже геополитическое понятие Украины, да? Тут более актуально не то, кто виноват, а чем это закончится? Вот вы верите, что, как говорит официальная украинская пропаганда, что вы вернетесь там к границам с 91-го года, или не верите? Я даже не хочу вас подставлять, потому что вы находитесь в Одессе, вам по-иному и думать нельзя. Дело на самом деле не в том, как я думаю, или в том, как думают мои соотечественники, другие украинцы. Просто, мне кажется, вот этой войны и у этого конфликта есть одно логическое завершение. Мы сегодня, на сегодняшний момент точно не знаем, сколько будет длиться эта война и каким образом она будет заканчиваться, но так или иначе в исторической перспективе, в долгой исторической перспективе, безусловно, Украина вернется в границе с 91-го года. Ну, понятно. Не может быть никаких статусов. Я вот, я понимаю, что единственное обоснование этого, то, что они вот на настоящий момент считаются легитимными, но вот на мой взгляд, они самые несправедливые, эти границы 91-го года. То есть границы 18-го года, где Украина была больше, включая там Кубань, часть Белгородской современных, Воронежской России, она была еще, она даже более справедливая, чем современная, потому что я вот сам не являюсь патриотом Украины, я все-таки патриот слабожанщины, и вот даже в советские времена я ходил в Короленко, ну, Короленко, знаете, да, библиотеку? Да. Вот, я ходил в Короленко и изучал эту историю Харькова, и мне, мне было очень, так сказать, я был очень возмущен тем, что большевики в 18-м году Харьков отдают Украинской Народной Республике по Брестскому миру, а Екатеринодар, современный Краснодар, не отдают, хотя этнический состав Харькова по соотношению Великороссы-Малороссы, будущие русские украинцы, был лучше, то есть больше было русских, меньше украинцев, чем в городе Екатеринодаре. На самом деле, ну, это понимаю, тут другие соображения были, но... На самом деле, по Брестскому миру и по окончанию Первой мировой войны действительно наверное, многие границы были сформированы не совсем правильно. Это... Да. Это и явилось первопричиной современной русско-украинской войны, я считаю. Я не думаю, что это было первопричиной русско-украинской войны. Мне кажется, первопричиной русско-украинской войны является какое-то неадекватное стремление Путина со всем неправильными спором писать себя в историю. Он же говорит об этом, он же говорит об этом, если вы понимаете, что слово первопричина означает хронологически первое. Если я говорю за 1918 год Путин здесь ни при чем. А первопричина это хронологически первое. То, что Путин там свою политику ведет это другое. Это уже понимаете, в чем дело. Понимаете, в чем дело. по окончанию Второй мировой войны многие границы в Европе были проведены несправедливо. Соответственно, если мы говорим про многие европейские страны, наверняка у той же Германии или у Франции или у Польши, Италии и других государств, наверняка больше всего у Италии и Германии, как стран, которые проиграли Второй мировой войну, могут быть претензии к своим соседам, соседним странам по границам. Но об этом сейчас говорить не принято. Не зачитывается мавитоном. Это какая-то просто историческая глупость. Но это не глупость. Действительно, не принято было. Последние десятилетия было не принято. Но это наживается не обращать внимания на рыб. Границы должны быть проапгрейдены, но, конечно, не с помощью войны. Это не хороший способ помощи войны их обогрейдить. Я думаю, со временем человечество дойдет до чего. Если есть споры у двух государств, не будет играть Россию и Украину, поскольку вы лицо заинтересовано. Государство А, государство Б. У них есть четыре. Как бы я сделал международный закон? Берется приграничные регионы, с одной самой стороны и с другой стороны проводится референдум. В какой стране они хотят быть? В стране А, в стране Б или наоборот во вновь организованной стране СИ, которая будет организована на базе проводится с помощью международного контроля при международных наблюдателях этот референдум. И утверждается в ООН или более сильной организацией, которая может быть организована. И вот так без войны это можно границы проапгрейдить. Но без апгрейдинга границ это тоже путь в никуда. Это вот детские селеки держались, а потом все равно взорвется. И также граница как говорится, если вот Евросоюз начнет слабеть, граница Германии с Польшей тоже будет терки и тоже может быть что-то такое. То есть нужно решать это дело цивилизованным путем, вот как я предложил хотя бы. Но со временем до этого человечество может быть и дойдет. Мне кажется если мы говорим про какое-то цивилизованное вряд ли к этому когда-то дойдет человечество потому что это знаете какая-то модель которую вы описали как будто на может быть ближайшей исторической перспективе там через 300-400 лет возможно когда наше общество и наша планета будет совсем по-другому развита и обращать внимание на совсем другие вещи это как бы вполне допустимо хотя слабо будет верить. Не знаю. Понятно. В любом случае мы этого не увидим. Я понял. Хорошо. Было приятно с вами побеседовать. Я еще раз вас похвалю что вы будучи сувилистом хорошо разбираетесь в криминальном праве. Спасибо за беседу. Я уже как два... Иван, спасибо за беседу. справедливости ради стоит отметить, что я уже два года как не практикую юрис-приденц. Я шел в профессии. Ладно. Всех благ вам. Спасибо. А я не сумел производную взять и мне по догонаде сказали. А вы знаете, вы знаете, с первых раз понятно уже собеседник интересный или нет. Ну так, чтобы была первая фраза, вы же не начинаете разговор. Так вы можете вообще первая фраза определить. Ну окей, ладно. Хорошо. О чем вы хотите поговорить? Вы в Москве живете? Нет. А где здесь? В Севастополе. У многих в Севастополе почему-то Москва вы встречаете. Очевидно, вам привезли московские симки, да? Или вы по проводному интернету говорите? По Wi-Fi? По Wi-Fi. А, ну вот это вот непонятно почему. Ну окей, ладно. Просто я думал, что вы москвич, с вещами я говорю о транспортах и нюансах в Москве и вот последних нам введений. Ну а с вами давайте на вашу тему. То у меня особо, ну, хотите какие-то вопросы, можно дать задать, я вам если смогу ответить, отвечу. Что вас интересовывает по образованию или профессии? Я электрик. Электрик. Ну в смысле вот профессия ваша и заканчивали колледж какой-то или просто вот курсы закончили? Почему? У меня высшее учебное заведение и техникум есть высшее учебное знаете, например, вот такой вопрос базовый, чем отличается анод от катода? Не знает он. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает. 17 гривен килограмм оказалось. Ну и что из-за килограмм? Ну как? Килограмм. Это не очень дорого. 17 гривен килограмм это не очень дорого. И вообще во всем мире яйца меряются. в килограммах в килограммах, они штука. Вы что, издеваетесь, что ли? Унайца в килограммах измеряет, вы что издеваетесь? Есть мелкое яйцо, есть крупное яйцо. И все равно. Разные, и цена разная. У белкого яйца одна цена, у крупного яйца другая цена. Правильно. А если взять их в килограмме, это взять их за килограмм, это будет универсальная цена. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный жопа. Наверное, зря жалел Деникин хамов, их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храмов, монократия помойки диктует морду на мораль. Мне наплевай, а сердцу горько. Еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане нет ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Ни чудах, ни маны за правду воюют. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Ливска область где была? В Афтар-Венгрии. Опа, так это не было еще. Но еще в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят и будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. в сучье семя повыведем за родную Россию, как гуси их рассеют, тяжело будет и с вами. Аркашовский был. Мы сделали украинским угодом ничего. Мы пытались украины, кто? А, все же. Мы по-климическому. ... 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 Улица родная ... ... ... ... ...